Привет! Ты мог видеть кучу странного и нелепого на дорогах, но встречал ли ты хоть раз кортеж из каяков или дрифт на экскаваторе? Тогда пристегивайся и держись покрепче, потому что сегодня нас ждет улетный РОА-3. Поехали! Фейерверк, который меньше всего хочется увидеть на дороге перед собой. Как, впрочем, и такой. Операторы, конечно, бессмертны, но я все равно не был бы так спокоен в подобной ситуации. Есть ли смысл смотреть «Форсаж-11», если там не будет такого дрифта? Он решил помочь наводнению доделать свою работу. «Форсаж-11» 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 «Смys-15» «Смys-17» «Тяжелл» Мочный тягач против обледенелой дороги. На кого ставишь ты? Чуть-чуть! What does he do? Субтитры сделал DimaTorzok Доктор субтитров А.Семкин и удачи на 200 процентов ну везение ему точно не занимать честно говоря этот прицеп умеет ездить лучше чем многие авто с водителями внутри и парковаться кстати тоже тот самый друг-интроверт который не хочет идти с тобой на вечеринку город в котором коммунальные службы ответственны за мытье твоей машины для тех кто планировал переезжать в британскую колумбию без лодки там делать нечего у нас тут похоже спойлер к новой части безумного макса может он и потерял часть груза зато точно может рассчитывать на премию за сохранность машины он явно пытается завести следы этот батут решил что он больше средства не для прыжков а для передвижения представь самого странного пешехода которого можно встретить на дороге умножь на 3 и получится этот парень как бы выглядел форсаж если бы его снимали в 19 веке а а а а а а После вождения по таким дорогам он может смело пробовать себя в Родео. Субтитры создавал DimaTorzok Респект этому парню. Он не только решил проблему проезда. Но еще и аккуратно поставил авто на место. Может, огромный питон и станет причиной пробки, но только не тогда, когда рядом эта бесстрашная леди. Типичный фанат автостопа в Индии Кто-нибудь скажите ему, что пора переобуться на зимний вариант. По эффектным уворотам Нео теперь на втором месте. Как-то так выглядит безысходность. По-настоящему успешные люди никогда не тратят время в пустую. Просто он, видимо, решил, что у новой хозяйки будет более просторный салон. Водитель грузовика явно не в курсе, что такое личные границы. Он наверняка тысячу раз пожалел, что в первый день за рулем полез сразу на трассу. Единственный по-настоящему крутой кортеж. Этот парень легко может добавить опыт работы машинистам в резюме. У кого-то сзади сегодня явно отличный денек. На дорогах это считается максимальным унижением. КОНЕЦ КОНЕЦ Та самая практически новая машина, о которой тебе по телефону час рассказывал продавец. КОНЕЦ Я устал, босс. Только один вопрос. Где этот гонщик раздобыл ракетное топливо? КОНЕЦ Откуда он сбежал? Из серии «Скупиду»? КОНЕЦ С правильной техникой не страшны даже последствия оползня. Для полноты картины здесь не хватает еще парочки. Он явно воспользовался советом «Найди себе дело по душе, и ты не будешь работать ни дня». КОНЕЦ Автобус, в котором ты можешь проверить свой желудок на прочность. КОНЕЦ Хочется услышать, как водитель будет объяснять свое опоздание перед боссом. КОНЕЦ Как без слов продемонстрировать кому-то, что в школе у тебя была пятерка по физике? Мастер-класс «Как избавиться от нежелательной попутчицы» Хорошая попытка, парень. Ну а в следующий раз стоит ехать быстрее. ПРАЗНИКИ Праздники у Санты явно выдались насыщенные. Мужчины не взрослеют, просто с годами выбирают игрушки подороже. В начале этой дороги однозначно должен стоять знак «Стоп» для мотоциклистов. ПРАЗНИКИ ПРАЗНИКИ Есть мысли, через что прошел сегодня этот бедняга? ПРАЗНИКИ Что может пойти не так, когда ты на скорости въезжаешь в огромную лужу? На! Это способ пометить личное место на парковке или вроде того? Кажется, это самый совестливый водитель поливальной машины, которого мы встречали. Сначала я решил, что он не заметил проблемы. Но потом понял, что его, похоже, всё устраивает. На твоём экране причина, по которой нужно каждый раз проверять, насколько хорошо ты закрепил груз. ПОДПИШИСЬ! Субтитры создавал DimaTorzok